приветствую всех кто заглянул на мой канал роскошные ароматы и в этом видео я расскажу еще о двух ароматах angel от тире муглер это не классические ароматы а фланкеры первый аромат это angel от тире бюглер это аль де рив перевод звезда мечты что мне больше всего нравится в этом аромате это флакон флакон очень необычный это не классическая звездочка это не вот эти длинные флакончики со звездочкой в серединке округлый флакон с таком матовом стекле где идет как гравировка как будто бы выдавлены вот эти звезды планеты вот что-то такое и помпа счастливой случайности мне попал пробник этого аромата я была очень рада поскольку я уже окончательно определилась с покупкой или не покупкой и теперь расскажу вам свое мнение об этом аромате аромат женский основные аккорды сладкий почулиевый ванильный древесный пудровый лактонный теплый пряный бальзамический мускусный и землистый выпущен аромат в 2016 году то есть не особо не новиночка конечно же но и не особо такой старый аромат принадлежит группе восточный гурманский да действительно согласна если вы посмотрите на ноты нот не особо много но вот классе вот эти самые первые ноты это пролине почули ваниль слышатся здесь прекрасно и чудесно и из-за этих нот из-за этого такого звучания гурманского такого красивого многие покупают этот аромат грантики этот аромат сравнивают почти со всеми фланкерами от angel начиная от парфюмированной воды самой вот этой первой и заканчивая angel muse и остальными то есть если вы любитель классического ангела и всех его фланкеров или большинства фланкеров я думаю angel и туальды и я думаю также вам понравится но я не купила флакон этого аромата почему аромат красивый действительно вот эта шоколадность вот это пролине слышится почули здесь очень громкие очень яркие и присутствует сладость мне кажется он менее сладок нежели классический angel я его конечно так не тестила давненько но так по моим воспоминаниям и этот аромат мне кажется больше такой почули и вы то есть нет вот этой такой сладости но дело в том что у меня уже есть несколько ароматов с почули это от reminessence это отливант от lancome там а почули ароматик который мне очень нравится плюс еще куча отливантов еще каких-то там марок арабских марок и еще каких-то и для меня этих ароматов вот так вот с головой хватает поскольку для меня вот аромат из почули красивые но это не тот аромат который можно за месяц использовать тот же отливант 5 10 миллилитров то есть он наносится микродозой он наносится в минимальных дозах и его хватает надолго но но я все равно рада что у меня появился этот пробник он не сказал что полноразмерный флакон как бы тебе не особо нужен ну думаю ладно будем что-то пробовать из другой категории если так кратко охарактеризовать этот аромат то это действительно пралине и почули на мне вот эти почули слышатся очень хорошо поэтому для некоторых он вот такой слишком почулистый слишком такой мощный в этом плане если почули это не ваш конек и не ваша нота этот аромат мне кажется вам вообще не подойдет для 20 это нота почули просто вас придушит но ежели вы любите почули в ароматах с такой какой-то небольшой шоколадностью потому что здесь почули для меня не землистые именно такие до подвальные а вот больше шоколадные красивые сладость здесь есть но мне она не приторная читала что аромат притор нет нет такой приторности классическая женской сладость есть но она такая знаете более более такая интеллигентная я бы так сказала я думаю что вот для ценителей классического ангела имеют парфюмированную воду потому что с туалетной схожесть я бы не сказала что сильная есть у меня есть туалетная вода angel 19 года так вот не совсем это одно и то же не совсем в туалетная вода вот мне нравится ее отношу с удовольствием она классная для меня там смородина здесь это больше вот к это сладость шоколадность почули вая шоколадность я бы так назвала но аромат красивый если вы ищете что-то такое приятно сладкое ваниль чтобы в этом аромате чувствовалось пролине ваниль почули но при этом аромат был такой зайти мощный интенсивный но тоже время какой-то нежный то это наверное все таки об angel это альдерри шикарный аромат шикарный если бы не энное количество ароматов схожих с вот этим ангелом я бы наверное прикупила бы флакон ну и также еще читала что именно вот этот флакон груша не очень нет такой герметичный что из его испаряется аромат и так довольно таки быстро это тоже была определенной причиной не покупки этого аромата но очень понравился под флакончик посмотрите какой вот такой вот ну просто красавец флакон от очень мне нравится и аромат красивой ничего не могу сказать пробник конечно же да пользуюсь с удовольствием хочу вот чуть-чуть немножечко оставить на лето посмотреть как это все будет звучать летом красивый аромат красивый но и после но еще раз повторюсь почули здесь очень яркие и очень слышим и если вы не любитель этой ноты скорее всего он вам просто не зайдет ну и естественно когда уже я решила что об этом арабате ну не стоит думать мечтать я увидела что появились некоторые новинки давно это я уже увидела и первая новинка которая меня заинтересовала это angel muse в туалетной воде angel muse есть в двух версиях это парфюм парфюмированная вода и туалетная вода когда я читала отзывы то как-то парфюмированная вода меня не особо заинтриговала заинтересовала а вот туалетная водичка почему бы и нет дело в том что наших магазинах парфюмированная вода представлена а вот как-то с туалеткой как в одном советской фильме напряженка была и увидев в одном из интернет магазине по хорошей цене именно туалетную воду я решила взять девчонки целых 100 миллилитров angel muse брала слепую немножечко переживала конечно же но абсолютно не пожалела об этом поскольку аромат меня просто очаровал а вот таким вот образом выглядит флакон вот посмотрите он длинный вот такая вот звездочка и вот этот аромат когда ко мне пришел знаете я его нанесла и все и пропало после этого где-то неделю из него не вылазила тем более сейчас погода такая что способствует ношению данного шедевра и мне этот аромат очень очень понравился я просто была в восторге и сейчас я расскажу свои впечатления об этом аромате основные аккорды это сладкий древесный фруктовый фужерный шоколадный цитрусовый тропический ореховый свежий и удовый то есть только всего намешано что даже не знаю что и сказать по этому поводу аромат женский принадлежит группе восточные гурманские выпущен в 2017 году и парфюмер квентин бишь да тоже человек известный в кругах парфюмерии если вы глянете так мельком или не мельком на пирамиду то увидите что пирамида такая уже солидная верхних нотах что мне нравится и я чувствую эту ноту это марракуя до марракуя и вот цитруса мандарин и лимон именно мандарин и лимон здесь нет вот такой цитрус и вот когда в ароматах есть лимон либо бергамот это такая кислоя цитрусовость здесь именно вот мандарин с лимоном вот это сладко-кисловая цитрусовость ну и марракуя здесь очень хорошо слышатся также здесь вы видите в базах тоже шоколад и карамель и даже какой-то оки окигала вуд в общем ноты такие интересные аромат с классическим ангелом он мне не особо схож и даже вот с эту альдер и вне особо он не схож какая-то такая знаете общая канва да есть но это аромат просто прекрасен это сладость нежность какая-то фруктовость с какой-то цитрусовой сладостью и кислинкой вместе это вы знаете любовь с первого за теста однозначно то есть просто это вкуснейший такой фруктово шоколадный аромат это аромат релакс для кого-то это аромат который может поднять настроение если там погода за окном хмурая вы его пшикнули набрызгали и сразу настроение у вас немножечко а может и хорошо множечко улучшилось насчет сравнения с парфюмированной водой я вам ничего не скажу поскольку эту водичку я даже не тестила ни разу не слышала не знаю как то так прошло бимо меня но вот этот аромат действительно шикарен причем чем он мне нравится здесь нет вот такой знаете вот этой шоколадной шоколадных пачулей которые есть вот в классическом ангеле они все-таки таки знаете немножечко на голову давит здесь вот это маракуйя вот это маракуйя с цитрусами придает вот действительно какую-то кислиночку и вот эту такую взрывность аромату что не делает его таким переслащенным или таким зайти сугубо шоколадным потому что шоколадный аромат они все-таки такие давящие на голову да они зимние но есть это а вот здесь вот эти вот фрукты маракуйя мандарин лимон придают аромату какую-то такую звонкость какую-то легкость не совсем он легкий это не свежачок какой-то нет но вот эта легкость есть а вот база вот это орехово-шоколадный крем ну лист черный смородный я не особо слышу шоколад карамель придают аромату вот такую настроение зимы да что это аромат теплый согревающий и вот как-то вот эти ноты смешались что я не могу сказать что аромат вы знаете приторно-сладкий шоколадный нет но не могу сказать что он какой-то свежий звонкий легкий там фруктового цитруса и так далее нет все это смешалось что аромат получился сладким но не приторным каким-то фруктово-цитрусовым но не свежаком и не абсолютно цитрусовые ароматы вот как есть некоторые шикарный аромат и вот что мне понравилось на работе обычно вот и когда я пользуюсь мюглером иногда я могу дозу не предугадать и многие такой как-то то есть запах хороший приятный но чересчур вот этот аромат сколько бы я не нанесла нет вот этой атмосферы чересчур чего-либо а действительно красивый флор аромата слышатся и только одни комплименты то есть на этот аромат я не не услышала ни одного фу ни одного ну так себе а вот что это такое красиво что такое шикарное особенно если вы выходите на морозку это ветерок и от вас вот этот шлейф идет это просто ну бомбезно другого слова не могу найти он для меня абсолютно не химозит о знаете как аромат сел какой-то одной ноты и она свербит у вас в голове и вот свербит и все нет он как-то все равно переливается то я больше какой-то шоколада слышу то как-то вот эта маракуйя то вот эти цитрусы то есть в зависимости от температуры внешней среды от погоды он меняется он переливается ну красавец читала что для некоторых вот база ветивер и вот эти деревяшечки немножко портят аромат не знаю меня ничего не портится деревяшек особых я не слышу все равно на мне остается вот эта сладость фруктовость деревяшечки может знаете вот таким легким налетом присутствует но очень красивый поэтому для меня аромат красивый игривый легкий в определенной степени читала что не стойкий нет абсолютно нет он просто не такой ядерный как классический ангел или вот его фланкеры те ароматы да вы нанесли на одежде вот эти почули они будут слышаться чувствоваться сегодня завтра послезавтра здесь это все нежно красиво и все это слышится но по сравнению с классикой немножечко меньше вот этой слышимости и кажется что он не стойкий нет он стойкий держится хорошо и на одежде и на коже просто не такая диффузность как в тех ароматах в в предыдущих фланкерах или классическом ангел да но красавец читала что туалетка тяжелее парфюмерной воды ну возможно для меня она вообще не тяжелой для меня это такой аромат ли средней легкости что-то среди между тяжелым и легким ароматом то есть серединка 50 на 50 он для меня абсолютно не совсем не легкий но и абсолютно не тяжелый не знаю если он тяжелее парфюмированной воды то что тогда говорить о парфюме он вообще такой получится абсолютно такой эфемерные неслышимый но красавец действительно не знаю вот не могу я сравнить не и с одним из ангелов и ангел и на сент у меня есть и в туалетной воде и вот тут аромат которыми говорил начале видео не совсем они похожи вот этот классный и что мне понравился аромат модный то есть если вот эти классику вот эти пачули сравнивают кто с бабушкиным сундуком кто еще чем-то да с чем-то таким застарелым замшелым я не знаю чуть ли не мохом поросшим то есть то что уже мохом поросло вот это современное звучание то есть это как бы вот так классика на которую на слоне наслоили что-то новомодное да такое интересное и получился вот этот аромат абсолютно подойдет и молоденьким девочкам и девочкам постарше и уже таким девушкам в возрасте абсолютно абсолютно подойдет это ну мое мнение однозначно однозначно поэтому если вы хотите что-то такого одновременно и легкого и сладкого чтобы это были какие-то фрукты вот например если вы любите маракуйю или цитрусы и при этом с какой-то такой шоколадностью то обратите внимание на angel muse в туалетной воде и что мне нравится что им действительно можно поливаться то есть не надо если вы сделали не два пшика три или четыре до начале в начале это все будет слышаться но потом это все усядется развеется и будет действительно вот такой вот фруктово кисленько сладенький шоколадный аромат здесь действительно вот мандаринки апельсинки вот если так сравнить это какая-то нутелла такая вкусняшечка да какая-то карамелька все а вот это и почули егости какого-то ветивера вот чего-то такого я не слышу вот лично на мне классика я водичка действительно они приторная вот мне кажется все таки вот нота вот маракуйи дает вот аромату не превратиться в такой сугубо приторный такой надоедливый аромат какой бы вот я могу сделать если вам классический ангел или все его фланкеры кроме туалетной воды как-то нравится вроде бы но вот для вас они лично не носибельны да есть такие ароматы которые как бы на ком-то нравится или где-то там пять минут по тесте ли нравится но целый день носить вы не можете то обратите внимание на angel muse это тот аромат который вы будете к целый день который вы будете наслаждаться который вас будет радовать который не задушит который очень я бы сказал чертовски просто привлекательным для вас и для окружающих и который будет собирать кучу кучу комплиментов вот я думаю даже на прохладную весну осень или даже прохладное лето в определенных дозах будет тоже вполне носибель ну такое мое мнение и так девчонки и мальчишки сегодня я рассказала вам о двух ароматах от тире мюглер это angel etual de rive и angel muse в туалетной воде и делаю еще раз ударение именно в туалетной воде поскольку туалетка и парфюмированная вода я так понимаю немножечко может и множечко разные у меня в туалетной воде кстати у меня флакончик 100 миллилитров я немножечко делюсь посмотрим сколько буду отливать потому что аромат не но действительно понравился понравился поэтому если вы хотите потестить этот аромат заходим инфобоксик там все мои данные по распиву распи возможен от одного миллилитра также обратите внимание что у меня появилась группа вайбер роскошные ароматы там также можно писать какие-то сообщения задавать вопросы по поводу распива или наличия того или иного аромата кстати посмотрите вообще трубочки не видно вот видите здесь видно где нету водички а где водичка она прозрачная абсолютно абсолютно прозрачная и так вот такое вот видео у меня сегодня получилось если вам видео понравилось ставим пальчики вверх также не забываем подписаться на мой канал иконка вот где-то здесь и нажать на колокольчик чтобы не пропустить другие какие-то новые видео которые собираюсь еще только снимать ну а на сегодня всем пока пока и до скорых встреч а